Программа начинается с того, что нам в офис звонят или поступает какая-то заявка о том, что хотят с нами побеседовать. И наш специалист по работе с клиентами назначает время консультации, когда наш клиент вместе со своим подростком приезжают в офис, и мы в течение часа общаемся. Это бесплатно. На этом моменте мы определяем, насколько наша программа актуальна для этого подростка, для этой семьи. В принципе, мы работаем с ребятами от 12 до 17 лет, и здесь основной причиной, по которой мы можем отказаться от работы с тем или иным подростком, то если он сам не хочет, бывают такие ситуации, когда родители прямо насильно притаскивают. Или же когда у родителей есть позиция, что сделайте из него, допустим, экономиста. Пожалуйста. То есть, когда есть какое-то ограничение, которое не позволяет подростку делать выбор. Если мы сталкиваемся с такой родительской позицией, то мы объясняем, что мы не готовы за это браться. Всех остальных мы берем. После того, как проходит первичная консультация, я начинаю подбирать этому подростку наставника. То есть, это тот человек, который будет работать индивидуально с подростком в течение пяти недель. У нас есть два формата программы «Система выбор». Есть групповой формат, который начинается с тренинга, двухдневный тренинг, который проходит в нашем офисе, когда собираются ребята подросткового возраста и в течение двух дней погружаются в тему осознанного выбора, в тему взятия ответственности, в тему профессий. Обычно уходят они вдохновленные с мыслью о том, что, боже мой, я хочу, я хочу выбрать, я хочу узнать уже, кем я буду, и с вдохновением на работу последующие пять недель. В индивидуальном треке у нас сразу включается в работу наставник, и в течение двух консультаций также вдохновляет подростка в эту тему и погружает его в эти вопросы. Пять простых шагов «Остановись», а это означает «окажись в пространстве без эмоций, без страхов», ровно так же, как и без восхищения, то есть в ситуации до эмоций. Второй шаг — это «Исследуй», и там две части «Исследуй себя», что я правда хочу, какие мои сильные стороны, что меня прямо сейчас поддерживает, вдохновляет, про внутреннюю семисферу. И история про исследование очень так же про внешнюю семисферу. Какие возможности прямо сейчас мне доступны, что меня окружает, мир, исследование мира. Третий шаг — это «Выбор», «Выбери». Задача третьего шага — соединить свои внутренние желания и возможности с запросами возможностей мира. То есть выбрать какую-то смычку, и эта смычка будет действовать определенный период времени. То есть, на какой период ты выбираешь. Четвертый шаг — «Сделай», выбрав идти в этом направлении, выбирай туда идти действовать определенный период времени, каждый день, практика некоторая. Ну и, наконец, пятый шаг — это «Поделись». По сути, это префлексии. Когда период выбора для меня закончился, я выбрал на две недели, вот две недели прошли, я могу позволить себе посмотреть на пройденный путь и признать, я пришел к результату, я не пришел к результату, которого хотел, что меня поддерживал, что мне мешало, что давай, что изменить. Ну, то есть как-то разобрать эту ситуацию и снова остановиться, и отправиться в следующий цикл. На шаге «Поделись» важно, чтобы человек признавал не только результаты, которые ему нравятся, которые он идентифицирует как успех некий, а чтобы он признавал разные результаты, которые ему могут показаться провалом, в том числе, на самом деле, просто опыт. После этого у нас идет пять недель онлайн работы с подростком. Это происходит по скайпу два раза в неделю, по часу. Когда наставник общается с подростком, у каждой недели есть своя тема. Первая неделя называется «Остановись». Она посвящена тому, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны, определить вообще, в какой точке ты сейчас находишься, как ты там оказался, умеешь ли ты планировать, умеешь ли ты ставить перед собой цели, как ты к ним идешь, как ты этого добиваешься, умеешь ли ты управлять собой, своим поведением, своими эмоциями. И, конечно, самое важное здесь, чтобы наставник с подростком установили теплый доверительный контакт, который станет основанием для работы в последующих пяти неделях. Ну, мне очень нравилось созваниваться с наставником, потому что у нас была сама программа, то, что нужно было поговорить и все такое, а потом еще было что-то такое после. Ну, просто как дружественные беседы мы обсуждали в фильме. Вот. Это было очень круто, но еще мне понравились некоторые упражнения, которые ты должен был делать сам. То есть что-то наподобие, ну, того же самого ланчбокса или, может быть, ну, другие какие-то активити мне очень понравились. Вторая неделя называется «Исследуй». Она двунаправленная. С одной стороны, она посвящена раскрытию уникального потенциала подростка, который к нам пришел. Нам важно понять, кто он, потому что, когда мы говорим о подборе и выборе того или иного профессионального направления, это всегда очень индивидуальная история. Вот. И наша задача понять, какие вообще есть способности у этого подростка, таланты, что ему интересно, что он умеет делать хорошо, где он уже сейчас достиг успеха, какие у него ценности, что ему вообще важно по жизни, какой у него сейчас уже есть опыт, на который можно опереться, как на важный, да, с точки зрения дальнейшего выбора, какие у него есть ограничения. Все вместе вот это складывается в некоторую картинку, которая позволяет наставнику выдвигать предположение, что, может быть, ее могло бы быть интересно вот это, 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 да. То есть появляются разные варианты. Наставник рассказывает о том, какие есть профессиональные направления, да, какие есть как раз тенденции вот в развитии профессий, да, то есть какие профессии исчезают в этих направлениях, какие появляются, какие новые технологии там появляются. И на третьей неделе, она называется «Выбери», подросток из всех этих появившихся вариантов оставляет два, оставляет сам, два варианта, которые нравятся ему больше всего. Эти два варианта мы начинаем прорабатывать как раз уже очень глубоко, да, то есть что значит глубоко, чем человек занимается на этой работе, что он конкретно делает, в каких условиях он работает, как вообще на эту работу попадают, да, в это профессиональное направление, как там люди развиваются, как достигают успехов, какие нужны способности, чтобы там достигать успехов, да, какие там зарплаты, какие есть минусы у этих профессий, да, то есть максимальное количество информации, которое позволит сложить объективную, реальную картинку об этой профессии. Для того, чтобы она сложилась, мы как раз привлекаем экспертных специалистов из этих направлений, вот. И далее у нас наступает четвертая неделя, которая называется «Сделай», которая подразумевает практику, да, что подросток попробует себя в этом профессиональном направлении и попытается понять, нравится ли ему это делать или нет. И пятая неделя, которая называется «Поделись», она связана с тем, что, во-первых, подросток рассказывает о своем выборе близким для него людям, родителям, друзьям, каким-то людям, которые являются авторитетами для него в жизни, чтобы получить обратную связь, да, потому что, наверное, эти люди могут его поддержать, могут сказать ему что-то важное. И кроме того, нам очень важно, чтобы программа не заканчивалась на вот этой вот идее, которая появилась, да, мы со своей стороны еще можем помочь в выборе вузов, в выборе дополнительного образования, курсов, секций, кружков, да, то есть мы это тоже обсуждаем, и мы со своей стороны даем рекомендации, как выбирать, да, то есть по каким критериям выбирать так, чтобы это учебное заведение действительно смогло дать тебе хорошие знания, да, а не просто курочку. После пяти недель здесь, в этом офисе снова происходит тренинг, он длится два часа, когда собираются все ребята, которые вместе стартовали со своими наставниками и делятся теми результатами, теми выборами, которые они сделали. Это такая встреча-праздник, потому что обычно вначале на тренинге ребята успевают подружиться между собой, и им очень интересно спустя пять недель узнать, кто же, к чему в итоге пришел. Еще важный момент, на протяжении всей программы, когда наставник общается с подростком, как правило, могут они касаться каких-то личных тем, и все личное, что обсуждает подросток с наставником, оно остается между ними, это конфиденциальная информация. Единственное, чем мы делимся с родителями, это тем профессиональным движением, которое происходит за время программы, да, то есть какие профессии выбираются, что они там для этого делают, какие упражнения выполняют, это мы родителям рассказываем. Да, соответственно, раз в неделю наш тренер звонит родителям и общается. Вот, это помогает родителю, во-первых, понимать, на какой неделе сейчас ребенок, чем он занят, чем ему можно помочь, поддержать, о чем поговорить, да, каким своим актуальным опытом поделиться, что вместе поделать, может быть, чем не мешать, да, то есть родитель получается с одной стороны в курсе, да, он включен, с другой стороны он не управляет этой ситуацией, он как бы находится рядом и поддерживает, да, а ответственность за программу, за все происходящее возлагается на подростка. И заканчивается программа итоговой консультацией, когда здесь собираются тренер, который вел программу, родитель и подросток, и подводит итоги, фиксирует результаты, если остались какие-то непонятные места, вопросы, обязательно все это проговаривается, да, то есть для нас очень важно, чтобы программа была завершена, но при этом дальнейший профессиональный путь, да, в который ходит подросток, он только начинался, и было понятно, куда дальше можно двигаться. Пять шагов, они поступательно и очень логично переходят один из другого, потому что если какой-то шаг так или иначе в нашей жизни проскакивается, мы туда возвращаемся, и это не только у подростков, у ребят, которые сейчас выбирают профессию, это вообще в целом у взрослых людей так работает, то есть прежде чем что-то выбрать, мне нужно понять, из чего я выбираю, это шаг и следует точно, перед этим готовим. После того, как я выбрал, ну да, я выбрал, ну в целом я могу остановиться, но я же для чего это сделала, потому что не хочется, я иду, пробую, делаю. Я иду, делаю, и уже определяю, а как мне, ну то есть правда я хочу туда или нет, я не хочу, и это тоже такая система. Вот они, эти шаги двигаются один за другим, и безусловно все начинается с шага остановись, когда, ну прежде чем начать исследовать, мне как-то важно выдохнуть и осознать, а что со мной происходит, а где я, в какой точке своей жизни я нахожусь, а между чем вообще мне потом придется выбирать. То есть это такое вот поступательное, логичное движение, которое можно применять в любой сфере выбора. У нас подростками мы точно занимаемся в сфере профориентации, осознанного выбора профессии. Я раньше тоже придерживалась мнения, что скайп это неэффективно, в скайпе я не вижу живого человека, но благодаря смарт-курсу и работаю наставником, я поняла, что на самом деле это очень эффективный вид связи, и хорошо, что есть скайп, потому что подросток находится дома, он никуда не едет, он спокойно выходит вовремя всегда, в моем случае, в моих встречах, которые были с подростками, выходит вовремя на связь, и мы смотрим друг на друга, и я всегда достаточно открыта для него, и он тоже становится открытым, и я вижу, как действительно это общение, оно даже такое же, как и в реальном режиме времени, помимо этого, у нас есть первая встреча, когда мы видим друг друга вживую, то есть уже налаживается контакт, и во время скайпа уже как-то легче общаться, потому что мы увидели друг друга вживую лично, на первой встрече этого, я считаю, достаточно, и плюс в конце, на заключительную встречу, наставники видятся с ребятами, и это тоже уже как бы закрепляет и завершает общение. Самым полезным была неделя на программе, самым полезным была неделя интервью, в которой мы уже общались с носителями профессий, с теми, кто уже давно об этом варится, так сказать, и это было очень полезно, я пообщался с продюсером, хоть и после окончания программы, потому что мы долго не могли с ним встретиться, в итоге в скайпе пообщались, но это было очень полезно, очень хороший опыт, мне уже люди рассказывали, каково это быть режиссером или продюсером, так что самое запоминающееся как раз смарт-курс, то, что я до сих пор помню, это именно неделя интервью. Ну, мне очень нравилось созваниваться с наставником, потому что у нас, ну, были как бы, ну, была сама программа, то, что нужно было поговорить и все такое, ну, а потом еще было что-то такое после, ну, просто как дружественные беседы мы обсуждали в фильме, вот, это было очень круто, но еще мне понравились некоторые упражнения, которые ты должен был делать сам, то есть что-то наподобие, ну, вот, того же самого ланчбокса, или, может быть, ну, другие какие-то активити, мне очень понравились, но, как бы, если смотреть все вместе, то самым крупным были, конечно, вот эти вот два дня в начале и день в конце, когда мы делились результатами и сначала знакомились, это было как раз так. Наверное, весь процесс был очень запоминающимся для меня, потому что в каждом и в тренинге, и в разговорах с наставником было что-то свое особенное, что очень дорого мне. Вот, то есть весь процесс был очень уникальный. Я, ну, как бы, я разговаривала с папой по поводу профессии IT, и я снимала некую короткометражку, но, правда, у меня были проблемы с этим, потому что, ну, там, камера, компьютер, ну, в общем, все это накладывалось. В принципе, мне это помогло утвердиться в моих стремлениях, в моем пути, то есть я поняла, что я выбрала правильный путь. Хорошо, ну, в принципе, я обожаю что-либо организовывать. У меня буквально на это бзик, мания, и дайте мне возможность, я организую вам все, что угодно. Вот, поэтому, на самом деле, особо ничего нового не происходило, но я пробовала по-другому подходить просто именно к подготовке. То есть я расписала на определенные пункты и с помощью общения с куратором, то есть это как-то более стало все четко. А насчет организации Нового года это было, на самом деле, очень-очень сложно, потому что в классе дети очень-очень разные, абсолютно разные, с разными интересами между собой, которые уже давно не контактируют. И это было действительно безумно сложно, но интересно. То есть каждому нужно было находить подход, с каждым нужно было договариваться, чтобы кто-то что-то делал, чтобы как-то все вместе мы взаимодействовали. Это было действительно очень сложно, потому что очень сложно подстраиваться под отдельных людей, то есть там от рокеров до каких-то пессимистов, которым вообще ничего не интересно. Но самое забавное, что в итоге пришли абсолютно все. То есть вы участвовали все, ну там, нет, два человека, по-моему, пришли. не пришло но большинство людей действительно заинтересовались для меня неделя остановись это когда ты отбрасываешь все свои ненужные мысли и концентры концентрируешься только на том что для тебя важно то есть приводишь свои мысли в порядок и стараешься как-то остановиться сначала ты останавливаешься и смотришь на все происходящее смотришь на себя и понимаешь можешь ли ты трезво оценивать ситуацию потом ты исследуешь то есть смотришь на всю ситуацию еще раз уже поняв что ты можешь ее оценить третий шаг это выбор ты делаешь выбор на еще не выполняя его потому что с третьего шага можно сделать откат на 2 если что мне так кажется и 4 шаг это выбор то есть ты уже делаешь то что задумал исполняешь это пятый шаг ты делишься со своими друзьями либо в социальной сети либо просто как бы для себя делаешь пометочку что вот я это сделал то это же поделитесь сам собой тоже основная идея программы мне кажется это найти какой-то согласие с собой у меня сейчас просили чем это программа это согласие с собой с миром исходя из этого уже понимать чем я хочу заниматься